Величественный и мощный. Он царь арктического ледяного простора, одиночка, бесстрашный охотник и символ дикой северной природы. Среди ледяных пустынь и холодных ветров этот хищник является королем. Можете ли вы представить себе животное, способное проплыть более 100 километров без остановки в холодных водах Арктики? Это белый медведь. Одно из самых удивительных созданий на Земле. Вы на канале Дикий мир и сегодня мы отправляемся в путешествие по снежным равнинам Арктики, чтобы раскрыть секреты гигантского кочевника, белого медведя, мастера выживания в условиях вечной мерзлоты. Не забудьте оценить это видео и подписаться на канал. А мы уже начинаем. Белый медведь. Северный великан, сила и величие которого просто ошеломляют. Его размер сразу бросается в глаза. Самцы могут достигать длину до трех метров и весить до 800 килограмм, что делает их одними из самых крупных наземных хищников на Земле. Но несмотря на свою массивность, они обладают удивительной грацией и ловкостью. Белые медведи превосходно плавают, используя свои широкие передние лапы, как весла, и могут преодолеть расстояние до 100 километров без отдыха. Их мощные тела покрыты толстым слоем жира, который служит не только запасом пищи, но и помогает им сохранять тепло. Их мех кажется белым, но на самом деле белый цвет шерсти – это оптическая иллюзия. Мех полярного медведя вовсе не белый, а прозрачный. Под шерстью их кожа черная, что помогает поглощать и удерживать тепло солнца. Белые медведи – это истинные дети Арктики. Их ареал обитания охватывает северное полушарие и простирается от полярных ледяных пустынь до леса тундры, охватывая территории пяти стран – США, Аляска, Канада, Россия, Гренландия и Норвегия. Самое большое скопление этих животных находится в Канаде, где обитает до 80% всей популяции. Рацион медведя в основном состоит из тюленей, хотя они могут есть и другую пищу в случае необходимости. Это животные, которые обитают по соседству. Медведь дожидается, когда подводные млекопитающие выплывут на поверхность моря, чтобы восполнить запасы кислорода. Например, белухи не могут обходиться без кислорода дольше 20 минут. Они плывут наверх, не зная, что здесь каждый вздох может закончиться трагедией. Белухи – непростая добыча. Их длина составляет примерно 4 метра, а вес может превышать тонну. Но медведи действуют очень продуманно. Они терпеливо дожидаются, чтобы животное оказалось в зоне досягаемости. Когда тот самый момент наступает, зверь резко набрасывается на добычу. Ожидание оправдывает себя. Белые медведи – это замечательные охотники. С помощью своего отточенного обоняния они способны обнаружить добычу на расстоянии до 1 километра и даже под 3-х метровым слоем снега. Иногда они ловят лососей. Но вообще хищники предпочитают нападать на крупных животных. Часто такая добыча даже больше их самих. Например, это могут быть моржи. Эти морские млекопитающие весят около тонны, а их длина составляет 3 метра. Но помимо этого у них есть еще и такое оружие, как метровые бивни. И хоть на суше моржи довольно уязвимы, они все равно слишком опасны даже для самых опытных хищников. Напасть на такого гиганта способен лишь самый отчаянный и голодный медведь. Когда моржи видят врага, они сразу же стараются перебраться в воду. Это трудная задача, поскольку они слишком громоздки. Поэтому моржи не просто пробираются толпой к морю, они еще и пытаются яростно отгонять противника. Умный медведь понимает, что удобнее всего нападать на тех, кто отбился от стаи. Но шкура моржей слишком толстая, и медведь не может прокусить ее. Пока он будет пытаться это сделать, морж уже доберется до воды. Часто медведи находят лакомство среди множества гнездящихся птиц. Такое происходит, когда наступает лето, и привычные способы охоты перестают работать. Зверь начинает искать другие источники пропитания. И чтобы найти долгожданное лакомство, он взбирается на опасные скалы, где всего одно неосторожное движение может закончиться гибелью. Если хищник найдет выброшенную на берег тушу кита, это станет для него приятным сюрпризом, даже если она не выглядит аппетитно. Такая находка означает, что несколько ближайших дней медведь будет сытым. Взрослые особи за один раз могут съесть примерно 60 кг мяса. Белый медведь также обладает удивительной способностью долго обходиться без пищи. В периоды, когда доступ к пище ограничен, они могут накапливать большие запасы жира и прожить на них до 240 дней. Это впечатляющая стратегия выживания для животного, которое живет в такой суровой и непредсказуемой среде. Когда снова наступают холода, все возвращается на свои места. С появлением льда можно вновь охотиться на самую желаемую добычу. К такой добыче относятся и тюлени. И здесь хищник снова начинает выжидать, пока потенциальная жертва выплывет на поверхность воды за кислородом. Примерно в одном из десяти случаев опытный охотник достигает цели. Удивительно, но чтобы не спугнуть жертву, белый медведь порой начинает вести себя подобно кошке. Охотясь на льду, он ступает по нему мягко и аккуратно, тщательно контролируя каждый шаг. Это кажется невероятным, но даже такой огромный хищник может превратиться в невидимку. Он приближается к тюленю абсолютно бесшумно, важно до последней секунды ничем не выдать себя. Но даже если все сделано безупречно, успех достигается далеко не всегда. Часто медведю приходится прыгать в воду вслед за потенциальной жертвой. Белые медведи очень умелые охотники, но все же большую часть года они испытывают голод. Глобальное потепление провоцирует слишком активное таяние льдов. Привычная среда обитания становится недоступной для животного. Также зверя делает уязвимым медленное размножение и высокая смертность молодых особей. Несмотря на все свои невероятные качества и адаптации, эти животные сталкиваются с реальной угрозой для их выживания. Таяние морского льда уменьшает доступ к их основной добыче тюленям, а также уменьшает пространство, которое они могут использовать для передвижения и охоты. Это вынуждает их проводить больше времени на суше, где доступ к пище ограничен и где они сталкиваются с дополнительными угрозами со стороны человека. На суше белые медведи все чаще встречаются с людьми, особенно в местах, где человеческие поселения расположены рядом с их естественными маршрутами миграции. Конфликты возникают, когда медведи ищут пищу на территории человека, что может привести к смертельным исходам как для медведя, так и для людей. Белый медведь занесен в Международную красную книгу. Считается, что уже к концу текущего века эти прекрасные звери могут полностью исчезнуть из мест своего обитания. В мире их осталось всего примерно 25 тысяч особей. Хотелось бы заметить, что около 100 тысяч лет назад на планете существовал гигантский белый медведь, размеры которого были намного больше обычного. И, по предположениям, животное вымерло именно по причине нехватки пищи. Если вам понравился этот ролик, не поленитесь оценить его. Пишите в комментариях, возможно, я что-то упустил. Подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещение. До скорого!